Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Сейчас мы все гонимся за тем, чтобы собирать ваши данные. Самые точные данные. Я настоятельно рекомендую работать только с легальными и проверенными методами по сбору. Самыми популярными являются Google и Яндекс. Они рассказывают нам то, что не знает и DC-менеджер, а именно, что сделал пользователь после того, как перешел по нашей рекламе. Facebook очень осторожен в отношении конфиденциальности пользователей. Позиция Facebook. Facebook — это сайт, к которому реферы не относятся. Мы всегда прикладываем много усилий, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и скрываем информацию о том, как они перенаправляются на внешний сайт. Самый важный момент этого урока — любой сторонний сервис для аналитики нужен, если реклама с целью трафик идет на внешние ресурсы. То есть, если мы даем ссылку на пост или аккаунт внутри социальной сети, другие аналитические данные нам не нужны. Если вы добавляете параметры URL в существующую публикацию на Facebook, ведущую на сайт вне Facebook, ваши параметры URL будут применимы только кликом по URL. В объявлении они кликом, которые могут произойти, если кто-то посмотрит публикацию и нажмет на ссылку. Мы будем рассматривать самый простой способ интеграции, потому что не каждый таргетолог работает с такими связками. В моей команде это делает программист, но современные реалии учат нас обходиться своими силами. Регистрируем аккаунт в Google с переходом в Google Analytics. Ссылку оставлю в комментариях к видео. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к настройкам гугловского кабинета. Создадим аккаунт. Назовем его, укажем настройки доступа. Настроим ресурс. Укажем адрес сайта, валюту, часовой пояс. Я беру один из своих сайтов в качестве примера. Важный момент. Google обновил инструмент аналитики, и теперь он существует в двух версиях. Google рекомендует новым пользователям сразу переходить на GA4 и пользоваться всеми возможностями обновленной системы аналитики. Еще одно преимущество такого решения – в будущем мне придется переходить с Google Analytics на GA4 и думать, как перенести все отчеты в новый инструмент. С этими трудностями сейчас сталкиваются старые пользователи, которые переходят на GA4. Теперь вводим оставшиеся данные. Принимаем соглашение и переходим к следующему этапу. Настроим поток данных для их сбора. Данные будут отслеживаться по сайту, поэтому выбираем веб. Настроим веб-поток. Для этого укажем адрес сайта, назовем поток и кликнем на «Создать поток». После этого система присвоит аккаунту идентификатор потока данных. Внизу будет указано, какие данные будут отслеживаться с системой аналитики после установки тега на страницах сайта. В нашем случае это просмотры страницы, прокрутка, взаимодействие с видео, исходящие клики, поиск по сайту и скачивание файлов. Допустим, аккаунт у нас уже создан. Мы заходим в Google Tag Manager. У Теплицы также есть скринкасты по Tag Manager. Ссылка в описании. Выбираем контейнер нашего сайта и нажимаем «Добавить новый тег». Нажимаем «Пользовательский тег HTML». Дальше возвращаемся в Facebook и открываем Events Manager. Выбираем с нового сайта и «Добавить код вручную». Добавляем код, возвращаемся в Google Tag Manager и вставляем в HTML-контейнер код. В разделе «Условия активации» выбираем все страницы и нажимаем «Создать тег». Создаем теги для необходимых нам действий, например, для добавления в корзину или покупки. Затем нажимаем «Опубликовать». Теперь немного о том, как создавать URL прямо в Facebook. Открываем рекламный менеджер и создаем новую рекламную кампанию. Нам важно выбрать целью кампании трафик. Заполняем всю информацию и переходим к разделу «Объявления», чтобы задать параметры URL. На уровне «Объявления» нажимаем «Создать параметр URL» в разделе URL сайта. Указываем параметры, которые хотим отслеживать. Каждый параметр состоит из ключа или информации для идентификации объявления и значения, заданного вами для этого ключа. Ключ связан со значением с помощью знака равенства. В объявлениях можно добавить несколько параметров URL, разделяя их с помощью символа «End». У меня все готово, и я нажимаю «Применить». Теперь самое интересное. Всю статистику по добавленным меткам мы смотрим в кабинете Google Аналитики. Мы можем отследить, откуда пришел пользователь в каждой покупке. Нажатие на кнопки и эффективность креативов. С вами была Аня Контария и самая сложная тема этого курса. Дальше мы узнаем, как ставить пиксели и почему их ставить не надо. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok